Понимаю, что сейчас уже есть такой закон, я же тоже смотрю за информацией, что украинцев будут здесь ловить, которые сбежали с Украины и не пошли воевать, и отправлять туда. И это будут местные делать, ты что думаешь? Полиция этим будет заниматься. Информация, которую я сейчас вам сообщу, сногсшибательная. Я не видела, чтобы особенно ее обсуждали, хотя, конечно, эти факты уже дошли до многих. Касается всех тех, которые сбежали от мобилизации. Это очень важная информация, далеко идущие последствия. И сегодня то, что я сообщу, это только начало. Это, знаете, как удочка такая на карася. Удочку одну забросили, а потом посмотрят, как чуть-чуть будет дальше развиваться, и потом будут все рыбаки приходить на берег и ловить. Касается это всех, друзья. Можно сказать, что не касается сегодня вас, не касается еще чего-то, кого-то, но касается всех и России, и Белоруссии, и Украины, но и других республик, в которые побежали наши мобилизанты от мобилизации, друзья. Очень-очень важное сообщение. Слушайте внимательно. И я бы хотела, конечно, чтобы вы, прежде чем принимать какие-то решения и действия, много раз подумали, потому что все неоднозначно, друзья. Мир готовит вам за подню, всему молодому человечеству, всего нашего Советского Союза. То, что было когда-то. Так вот, друзья, Польское министерство обороны заявило о планах в 2023 году призвать на военную службу 250 тысяч солдат запаса. Их уже начали приглашать в военкоматы и вручать уведомления с началом декабря 2022 года. Что же происходит? Конечно, друзья, эти меры у поляков вызвали неоднозначную реакцию. Конечно, реакция была в большей степени негативная. Никто не собирается идти на войну. Ведь мир искусственно заставляют воевать. А мир не хочет идти на войну. Но искусственно. Я, друзья, думаю, что коснется это каждой страны. Абсолютно каждой. Призыв к министерствам национальной обороны и раздача повесток сотням тысяч резервистов вызвали негативную реакцию граждан. Среди поляков стали популярны призывы к саботажу мобилизации. Уклонение от службы стало обычным явлением. Кстати, на Украине больше всего говорят наемников из Польши. Но бедная страна, а там платят хоть какие-то деньги, и они надеются, что это будут какие-то деньги. Поэтому они идут воевать. Но это ведь те, кто хочет и те, кто любит хантинг. Они идут воевать. Все остальные, но, друзья, это уже не так, чтобы все захотели вдруг пойти воевать. И поэтому самым простым и действенным методом избежать этой мобилизации, причем мобилизации сейчас и обязательной службы в армии, и от этого уклоняются, от обязательной службы в армии. Потому что, понятно, тебя призывают сегодня на обязательную службу в армии, а через месяц объявляют и кидают тебя в горловину пекла, откуда люди не возвращаются. Это уже все знают, что люди оттуда не возвращаются. И поэтому самым действенным способом стало одно – бегство. Бегство мужчин призывного возраста из Польши стало массовым. За последние несколько недель перед Новым Годом, это еще началось перед Новым Годом, 70 тысяч человек уехали в страны Евросоюза и Великобританию. И это только начало огромной волны миграции, которая к марту 2023 года может увеличиться до нескольких сотен тысяч граждан, покинувших Польшу. Конечно, мы можем говорить о сотнях, 70 тысяч, вот видите, сбежали, еще сотни какие-то, несколько сотен. Но а сколько в той Польше народу, друзья? Ее разорили в 1939 году. Гитлер и Сталин разоряли совместно, с двух сторон давили Польшу. Разорили Брест-город, где фашистская Германия и Советский Союз принимали парады. Брест – это польский город. А вы думали, он российский? 1939 год прошлого века. Принимали парад сентябрь месяц. Принимали парад у сдавшейся Польши. А 19 декабря 2022 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блашак сообщил, что польская армия набирает желающих обучаться военному делу в возрасте внимания от 15 лет. В возрасте от 15 лет. Вы понимаете? Ведь речь идет сегодня о том, чтобы весь молодняк всего мира уничтожить. Весь молодняк всего мира. Начали с самой большой страны. С России. Украина. А дальше? А дальше, друзья. Ведь чтобы управлять бабами, надо уничтожить мужиков. Вы поняли? Надо уничтожить сыновей, братьев, отцов, защитников. Это по всему миру будет. Итак, от 15 до 65. Если вам 60 и вы думаете, что вас не призовут в армию, вы глубоко ошибаетесь. Итак, министр отметил, что граждан научат обращению с оружием, основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисных ситуациях, умению развести огонь, в экстремальной ситуации, выживанию в сложных условиях. 14 декабря польский портал «Незалежные» сообщил, что польские власти планируют увеличить численность армии, поскольку готовятся к масштабному удару по территории Западной Украины с целью ее захвата и проведения там референдума. В стране уже созданы различные программы и специальные тренировочные лагеря для поляков, в которых под руководством Министерства национальной обороны будут приобретать знания и основные военные навыки. А вот 7 декабря, это опять-таки перед Новым годом, друзья, но это всего месяц-полтора назад все это происходило. То есть это идет подготовка к большим событиям весенним, которые вот настанут. 7 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил о планах польских националистов забрать западные части Украины, забрать то, что у них когда-то отобрали. Еще в начале ноября он отмечал, что идея польских властей поглотить украинские территории никуда не делась. По его словам, в Российской Федерации знают об идее создания у некоторой части политического бомонда Польши, так называемого великого государства от моря и до моря, то есть Балтийского моря и Черного моря, имеется в виду. Но, друзья, Польша-то была большой страной. Это мы ее знаем, вот такой, обрезанная, корнали ее со всех сторон. Ведь это было польское государство, когда-то великое. А сегодня что мы видим? А сегодня мы видим Польшу после всей войны. Второй мировой. А теперь надвигается следующий этап. В ноябре заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Гнилозуб, ой-ой-ой-ой, неужели можно с такими фамилиями жить, Валерий Гнилозуб, отмечал, что милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, идет ударными темпами. По его словам, это указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне. То есть еще перед Новым годом, 2022-2023 год, поляки начали готовить, тайно готовить скрытую мобилизацию, где они планируют 250 тысяч человек набрать, друзья. И сначала они планировали, это то, что известно, друзья, многие вещи вообще неизвестны, они планировали 17 тысяч человек, это обычных парней, молодых, вот 18-летнего призыва года набрать в качестве простого. То есть как бы обычный призыв в армию, да, 17 тысяч собрались набирать. То есть собрались порядка 17 тысяч человек призвать на действительную службу. В качестве примера приводится IT-специалист по имени Михаил, ранее в армии не служил. Он был вызван по повестке на призывной пункт в городе Серадзе, где от него потребовали заполнить анкету, присвоили категорию А, годен к действительной военной службе и привели к присяде. От Михаила потребовали подписать карточку с призывом на месячное учение. Мне сообщили только дату и продолжительность учения. Остальное я должен был узнать на месте. Я не помню, были ли объявления об учениях. Скорее всего, нет. Так говорит айтишник Михаил. В публикации ссылаются на некий проект постановления Минобороны Польши об обязательных учениях, в которых планируется задействовать более 200 тысяч человек. И лицам, уклоняющимся от участия в них, будет грозить привлечение к административной или уголовной ответственности. Лучше, друзья, пусть это будет привлечение к ответственности, нежели погонят, как стадо баранов на убой. На мой взгляд. Замглавы Минобороны Польши Марчин Очепа сказал, что вероятность войны с польским участием крайне высока. По его словам, в текущих условиях внешняя оборонная политика страны должна иметь максимально глобальный и нацеленный на укрепление отношений с единомышленниками, как в Европе и НАТО, так и во всем мире. Но это, друзья, еще не все. Далее события разворачиваются так, как вы бы точно этого не хотели. С призывом мобилизовать украинских беженцев выступил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал-полковник в запасе Вальдемар Сгжибчак. Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии в Польше, Германии и Франции. Мобилизуйте тех граждан Украины, что здесь находятся. Обучайте и отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее. Так заявил генерал. Ну, ты знаешь, я не уверен, что кто-то из немцев хочет идти проливать в вашей стране кровь. Знаешь, почему? Объясню. Потому что это задача украинцев защищать свою страну, во-первых. Во-вторых, что будут делать немцы? И дойдет до того, что не будет хватать украинских солдат. Вот они будут здесь, в Германии, видеть, кто из украинцев здесь просто так лазит, будут их ловить и туда отправлять. Уже это происходит, кто не в курсе, уже шесть человек в Польше, поляки, отправили в Украину воевать. Почему это происходит, я тебе расскажу. Во-первых, все знают, что во время развала СССР украинцы свое оружие распродали, разбазарили, разворовали. Ну, даже есть фильм по этим событиям поставленный «Оружейный барон». Да, посмотрите этот фильм. Как там показывается, как алкаши эти офицеры украинские просто все пропили. Ну, реально фильм. Там целые батальоны танков продавали, как с добрым утром. Это во-первых. Во-вторых, все это знают. А это всегда так было во всем мире и будет. Те, кто народы, те народы, которые свое собственное оружие разбазарили, они будут платить потом, во время войны, за это жизнями. А немцы заплатили деньгами за свое оружие, создали его, понимаешь, разработали. И сейчас вам дают его в руки. Ну, серьезно, да? Понимаешь, что сейчас уже есть такой закон, я же тоже смотрю за информацией, что украинцев будут здесь ловить, которые сбежали с Украины и не пошли воевать, и отправлять туда. И это будут местные делать, ты что думаешь? Полиция этим будет заниматься. Ну, кто из местных хочет идти воевать? Тем более оружие дали, постарались, ваших женщин, детей приютили. Так что, все по-честному. И вы будьте честными, раз вы так сделали, да, разбазарили свое оружие, пропили его, ну, факт, посмотрите этот фильм, там четко показывает, придется жизнями платить. Вот такая у вас судьба и карма. Генерал сказал, что в начале 1940-х годов во Франции была сформирована армия из польских эмигрантов. А почему бы не создать войска из украинцев в Польше и не потребовать их на фронт? По словам Жибчака, западные страны не могут помочь Украине. А в нынешней ситуации у нее нет шансов выиграть, потому что потери в СУ колоссальные. Он уверен, что победу в конфликте одержат русские. Нет смысла это обсуждать, так сказал генерал. Так вот, друзья, украинские беженцы, получавшие пособие в Польше, пожаловались на письма от местной службы соцстрахования с требованием вернуть деньги. Издание «Обозреватель» сообщило, что при выезде из Польши на Украину беженцы должны сообщать об этом властям для прекращения выплат. Однако, по словам украинцев, несмотря на соблюдение всех требований, им все равно начислили лишнее, а теперь требуют все вернуть. Польский генерал сказал, что с такими темпами, получаемыми помощи Украине, не победить. То есть от Запада Украина получает не так быстро и не так много той помощи, и поэтому Украина не победит. Из сотней танков «Леопард» Украина тоже не победит. Как он говорит, что был шанс выиграть эту войну, но летом шанс был упущен. Но, друзья, ведь разговор-то не о том, а ведь это только первый крючочек, первый звоночек о том, что всех бежавших от мобилизации, как украинцев, так и россиян, друзья, будет одно и то же, в странах, куда они бежали и которые близки к России. Ну, Польша близка, друзья, к России. Хоть она может там сто раз говорить, что будет воевать, но Польша близка к России. Вы же понимаете, да, мы говорим почти на одном языке. Так вот, Польша – это первая страна, которой было поручено мировым глобальным правительством сделать такой вот шаг первый по пути сбора всех парней, которые сбежали от войны, их соберут и отправят обратно в Украину. Вы понимаете, в чем вопрос, да? То есть Польша сейчас делает это первый только шаг. Нет, конечно, женщины их не интересуют, но через пять лет подрастут мальчишки из этих семей, которым по 12 лет сегодня, по 10, они подрастут. И что с ними будет, друзья? А с ними будет все то же самое. Их будут отправлять обратно в Украину на то самое мясо. Ведь Зеленский что сказал? До последнего украинца. Он же не просто так это выразился. До последнего украинца. У него цель и задача. До последнего украинца. Украинцы, проснитесь, вы должны это знать. Ну а теперь давайте вернемся к России, друзья. Конечно, вроде бы это Украина. Вроде бы. Но ведь украинцы хотя бы бегут в статусе беженца, официального статуса. А в каком статусе бегут наши мальчишки из-под призыва? Да ни в каком. Можно сказать, кто-то границу даже нарушил, кто-то еще. Потому что лететь на самолете нельзя теперь из России. Потому что это будет просто невозможно. Это с одной стороны. С другой стороны, да, всех будут проверять. Но перейти пешком только возможно так. Да и то, друзья, в самых отдаленных аулах уходите от... Наверное, лучше уходить от центральных постов пропуска, а идти в какие-то сельские местности. Но это я так на всякий случай, друзья, как бы я вот думаю, как я бы сделала, да? Хотя я человек уже с опытом. Могу только подсказывать. Кстати, если кому-то нужно что-то, друзья, мальчишки, обращайтесь. Я буду рассказывать и подсказывать, что лучше сделать. Потому что ситуация сегодня очень-очень плохая. Для каждого из вас вы сбежали в Казахстан. Но где гарантия, что Казахстан завтра? Ведь казахи дружат с Россией, с Путиным. Вы помните, когда в Казахстане случилась беда? Сколько времени назад? Не так много времени прожило. И помог кто? Россия. И неужели вы думаете, что президент Казахстана нарушит дружеские отношения и связи с Путиным ради того, чтобы спасти вас? Он выдаст вас всех. Он точно так же пришлет вам повестки на мобилизацию. Адреса ваши известны все. Вы там начали свой бизнес. Вы начали раскручиваться. Вы начали деньги вкладывать. Вы начали прирастать. Кто домишко купил, кто квартирку купил. Ведь в Казахстане выросли цены на недвижимость только из-за того, что русские приехали. Вы там уже начали обосноваться. Но спросили бы меня, я бы вам сказала, что нельзя обосновываться в Казахстане. Спросите меня. Бегите в другие республики. И там будет все то же самое. Нужно знать только особые места, где вы можете укрыться от таких проблем. Их не так много на нашей земле. Потому что все республики, которые были нашими бывшими Советским Союзом, они все пойдут на попятную. И всем вам, мальчишки, молодые, айтишники, свежие головки и светлые, будут приходить повестки. Повестки будут приходить только потому, что затребует Россия. Конечно, вы выгодны этим республикам. Армении, Грузии выгодны. Умные мальчишки, умные головы. Но ведь от правительства маленькой Армении ничего не зависит. От правительства гостеприимной Грузии тоже ничего не зависит. Ведь правительства всех стран, они работают в связке. И сегодня начался не то, чтобы передел меры, а возврат на старые позиции. То есть руками России подожмут под себя всех. И, друзья, да, но не нужны мужики, понимаете? Бабы должны остаться беззащитными. Ну, это же понятно. И вот руками России все это будет проделано. А затем Китай победоносно войдет. Вот такая ситуация, друзья, у нас, когда... Нет. Спасение есть, конечно, в некоторых странах. Но нужно успеть туда доехать сейчас, а не послезавтра. Правда, у каждого своя судьба, судьбинушка. Некие люди могут и в России сохраниться. Уйти куда-нибудь, ямку выкопать себе в тайге. И там вместе с той самой женщиной, которая еще с царских времен якобы сохранилась. А вы знаете, что она сохранилась со всей своей семьей, с братьями, с сестрой. Но когда пришли русские, первый, скажем, отряд, не самый первый, который их нашел, а тот, который второй был отряд, пришел, якобы помощь принесли, продукты. Да они все умерли после этого. И кто их убил? Или, как говорят нам, умерли от каких-то там болезней. Застрелили. Двух братьев застрелили. Или трех братьев, я уже не помню. Большая семья была. Оставили одну тетку, старуху. Вот такая ситуация, друзья. Так что можно ей потом и дома везти, и срубы ей делать, и показывать благотворительность свою, имя свое, пиаром заниматься. Но все это так вообще омерзительно на самом деле, друзья. Когда просто человека за то, что он живет не так, как вы все живете, не так, как диктует государство, за это его просто уничтожили. Уничтожили всю большую семью, которая, друзья, вот так спаслась и выжила. А что касается сегодняшней мобилизации, то все, кто сбежал, друзья, особенно недавно во всех странах, включая даже Швейцарию, друзья, во всех странах будут этих парней забирать и отправлять на родину. Вы не думайте, что какой-то страны это не коснется. Нет, я знаю, каких стран это не коснется. Но если вы обратитесь ко мне, я вам подскажу. Так просто я не могу раскрывать все по секрету всему свету. И я Таня Карацуба, Сейдбургхан. Обращайтесь, подскажу мальчишке. Надо спасать свои жизни. А иначе как вы думали? Сейдбургхан 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 Сейдбургхан